1 2 3 1 2 3 всем доброго времени суток мы продолжаем нашу серию приключений шайки в стране утром все я хочу страну восходящего солнца а вот шаг продолжает делать истории мы продолжаем их освещать сегодня как вы видите на запись попал вечер поэтому мы будем все это делать в потемках я надеюсь что будет не очень темные места потому что как бы тогда видно вам будет так себе вот и слышно так себе видно так себя еще переговняка youtube вообще будет хоть хавайся и так давайте мы без лишних рубрика как бы уже идет какое-то время это серия видео извиняюсь четыре каю только с рынка покупки там сидела вот рубрика уже знакома то есть мы уже выпустили довольно большое количество роликов то есть эта серия роликов закончится вместе с историями дальше я не знаю как бы у меня как есть желание там ивент в еве осветить раз вышла серия роликов есть желание о чем-то в альбионе поговорить вышла серия роликов то есть она вот так спачкала гольфики вот поэтому приступаем у нас сегодня на очереди сказания тигринных слугах я не знаю насколько она будет длинным если мы по хронометражу будем вкладываться то есть как я планировал по часу на каждое это дело он возможно еще и про губернатора посмотрим если нет то значит будет вот серия а тигринных слугах так запускаем все это делом как обычно я уже те кто смотрел предыдущие серии озвучка какие-то небольшие мои комментарии дурачнее и прочее дело несу свой нос чужой вопрос дольше проживет простите ее она у меня несмышленная нормально чего это ваша дочурка так насупилась погода вроде хорошая чего грустить то у нас есть на то свои причины но до свидания мне пора послушай пен мясо змея которым говорила моя аксу ужас опять подорожала сколько на это можно супа с рисом купить ну так увы помоги мне пожалуйста я так беспокоюсь что не могу заснуть а вы что хотите помочь нам нужно перейти через горные вершины тхэбэксан сейчас там полно тигров но говорят все нормально этим тигром напихаю нужно поймать змею у водопадов с духами на тхэбэксане зажарить и съесть все тигры разбегутся сверкая лапами что денег даже на возвращение в столицу не хватает а я от страха уже несколько дней не спала что ты такое говоришь пен это правда что если выпить змеиный отвар даже тигры тебя будут бояться что мне кажется что нет сущая правда поэтому сейчас его днем с огнем не сыщешь ведь тигры нынче свирепствуют фига какой конфликт поколений может поможем все-таки у нас идут оу боссы прожмем отсутствие гильдия просто идет на боссов поэтому я на боссов сегодня нет у меня у меня рейды в гавишки он мы можем чем-нибудь помочь душа разрывается от такого зрелища мы не ну давай мы заплатим тебе за эту дело в том что говорят из-за нападения тигра пропал один из лучших охотников от него никаких вестей а мясо уже совсем на исходе ох нелегко вам сейчас приходится но где же вы берете змеиное мясо внезапно наверно у змеи я предположу но наверное они берут его из змеи этим занимаются ловцы змей они получают специальное разрешение покажет губернатор за счет если на башню делаю мясо лучше других мясников думаю добро пожаловать какое мясо вам предложить у меня есть мясо любых животных ну кроме тигра конечно мясо сейчас на вес золота можете меня выручить если принесете мне другого мяса я подарю вам змеиное бега пошел под коверный рукам к не шутишь неужели вы что мне поможете они же за бесплатно разумеется после того как мы поможем придется подробно рассказать что у тебя произошло только не заходите слишком далеко в лес так и сгибать можно но как обычно короче кабанов меняю кабанов на змеиное мясо я надеюсь что видно нормально ну тут ночь не такая темная но все таки мне больше нравится по дню но сейчас скорее все светать скоро начнет здесь есть красивые пейзажи из-за вот этих светлячков там сидела как где-то там забуксовал а сейчас я на всякий случай уберу оповещение не знаю откроет ли это возможность крафтить рукавицы просто если да то я спокойненько и скрафчу и мы уже будем там потихоньку проходить там осталось этих историй не так много тут их раз два три 4 5 6 но они вот эти вот маленькие те маленькие вот ваше мясо эй а куда подевались тетушка с дочуркой они сказали что пойдут на постоялый двор тетушки максу ох отлично столько мяса никогда не слышал что тигров можно отпугнуть змеиным мясом видимо над хэбэксан обитают какие-то особые духи ничего об этом не слышал ладно мне пора разделывать мясо да короче просто для прикола все это ваша щедрость но чувствуете воняет тухлятиной откуда это добро пожаловать у меня найдется не только мясо что вы такое говорите обычный запах для мясной лавки воняет тухлятины еще мой отец заправлял а до него мой дед по вашему я торгую тухлятины что ли извини не хотел обидеть но воняет здесь знатно это пен а вы сами-то когда последний раз мылись давно и что дальше у меня много работы может губернатору еще пожалуешься у меня найдется не только мясник слишком плотный огромное спасибо вы наверное проголодались поешьте суп с рисом мне вот что интересно почему вы одни расскажите как вас занесло из столицы в эту глухомань муж мой давно умер только дочь у меня и есть казалось еще вчера она была такой малюткой да дети быстро растут на часе стал совсем взрослый тут вдруг раз и жениха вот так так и происходит хороший парень с тигринного нагорье мать умерла от болезни и у него остались только отец и младший брат когда мы уже обсуждали свадьбу в округе начали свирепствовать тигры и вся его родня я так его отговаривала но он меня не послушал в потюмках конечно и ушел на верную смерть и что от него нет новостей он обещал вернуться но ничего не слышно надеюсь душа его упокоиться с миром не приведи господь если он стал тигриным слугой и теперь скитается по тигринному нагорю как я извелась чтобы правдами и неправдами собрать приданное своей кровинушке а тут такое горе мне доводилось слышать про тигриных слуг говорят они приходят сначала за родственниками поэтому с такими семьями никто и не желает роднице верно я и не знала что змеиное мясо отпугивает тигров пока не довелось попасть в эти края дай не факт что вообще он работает слышала вы все не местные будете издалека приехали мне наш староста рассказал если съесть змею что испила воды из водопадов на горных вершинах хэбэксан тигры и тигриные слуги при виде вас развернуться и отправиться в своя си ну что вы это решились если хотите знать больше помогите мне вы что горный дух наказывает тех кто не доедает еду вот-вот я присмотрю за аксу на ее мамой а вы послушайте что скажет хозяйка постояла во двора огромное спасибо нужно скажет по батра через как обычно как обычно побатрачить ну конечно же шушуш делать конечно тебе надо будет его приготовить вот ингредиенты слушай внимательно и повторяй за мной ну здравствуй будешь помогать что за вопрос ингредиент они опять навалены до кучи взять имбирь взять мясной бульон еще больше ингредиентов нет пустая кулинария конечно чем еще заняться героем как не готовкой хотя сейчас смотрю анимешку про чуваков которые хавают монстров довольно забавно когда я что решил посмотреть на ночь и мне самому жрать захотелось супа с рисом уже готова да у тебя талант ты конечно нажал на кнопочку и даю все и вот оно знаменитое тальбольское блюдо готовь аппетит принесу тебе миску супа а пока можешь спросить что тебя интересует а как же это же сказал староста умнейший человек он избавил деревню а этот староста это конечно много он вообще говорит мне об этом рассказал о чем сон а сама она слышала это от отца они еще тогда выпивали на постоялом дворе набухались и рассказали у водопадов совсем не осталось ловцы тигров жалуются что отвары змей теперь не достать но из-за нехватки цена на него взлетела до небес ну ладно вот твой суп ловцы тигров это особый отряд я так считаю ценнее человеческой жизни нет ничего на свете поэтому я тоже хотела нанять ловца змей и продавать мясо хозяин мясной лавки пен человек прижимистый никогда не уступит ловцы змеи мне отказывают так как с ним работают хозяйка не серисовую брагу сейчас будет мне нужно идти вот этот толстячок всех вежевых рукавицах держит спасибо за неожиданную помощь аксун мать аксун то есть даже и не назвали никак просто мать аксун а сейчас мы пойдем в нам по там у нас живет родственник в следующий раз когда будете в столице обязательно вас отблагодарю но я запомню тигриным слугам нравится кислое поэтому советую носить с собой несколько плодов сливы как я где ты такое услыхала большое спасибо мы обязательно еще встретимся их и а что там тальце куксица так набил брюхо что его скрутила глядите какая толпа собралась на что это не смотрят пойдемте тоже погляди давайте посмотрим а это параллельно квест гильдейский закрыли требуется загонщики для работы на террином над гореем два мешка рис аванс по мишка рисован нам по недавно искали загонщиков не загонщиков а уличных артистов а зачем уважаемому губернатор артисты а я откуда знаю наверняка сангун рассердился не просто так разве поможет оружие там где даже молиться бесполезно следи за языком подумай сколько семей пострадала тигров давным-давно он был духом покровителем а кто жертвы торговец мальчик собиравших ворост земледелец до женщина собиравшие травы людей пострадал сказать точно у нас в таль боли два времени года во время первого ходишь соболезнованиями к родственникам тех кого задрал тигр во время второго охотишься на змей а мне доводилось другое слышать первый сезон ты охотишься на тигров а ты откуда тут вообще взялся чувак на тебя сталь боли то но это уже слишком да и только по одежде запирай дверь на ночь чтобы ногу не оттяпали вот так вот придет серенький волчок уходит за бачок до тихий куда не пойди все говорят про тигров только вот куда этот запросился тальцы куда он запропастился далеко за пропустился не очень далеко довольно быстро идем по квестам уже половины сделали да наверное мы успеем губернатора сейчас посмотрим как быстро все это будет идти потому что мне кажется что это тоже без босса потому что здесь знание сказания главном тигрином слуги сюда ко мне о и когда это вы пришли все же я себя плохо чувствую сегодня мне нужен покой кажись на постоялом дворе не осталось свободных мест и что же мне теперь гостей юнхвы на обочине спать укладывать так что придется сегодня обременить добрых хозяев ничего не поделаешь составьте мне компания вы кто здравствуйте мы путешествуем меня зовут только а вы по какому делу он по какому делу так есть хочется шаши переночевать нигде ночи тут холодные нельзя ли нам у вас переночевать ты случаем не из деревни мечников да верно оттуда земляк проходи гостем будешь когда ты уехал из родных мест я вот уже 30 лет как не был дома до сих пор по ночам снится да есть такое сам переехал мальчонкой поэтому ничего уже не помню заходите давайте гостеприимство одна из важнейших ценностей в стране утра в дом я вас пустить не могу поэтому придется переночевать начинается да конечно ки опять шайка будет в сарае спать с этим чего вижу вы не так уж и гостеприимны кто ваш хозяин я работаю на чве на льбу у вас только потому что сегодня дом пустует только смотрите потом слухи не распускайте гостеприимство одна из важнейших опять гостеприимство короче в сарае поспите нет мы тебя пустим дому сюда все равно какой-то сарай можете пока тут распаковать свои вещи а мне тут малость приспичило попрошу стаканчик сливового отвара и сбегаю в нужник теперь я волнуюсь за аксу на вдруг ей как и мне по дороге в нам по приспичит ну я не знаю туалетная тема пошла может и приспичит девать девочкам не приспичивает так так будет пучить тоже выпить и стаканчик больше осторожно слева стоит сосуд соевым соусом да конечно ночные цвета такую себе говорят если человек один раз поймает тигр он превращается в тигриновую что будет если кульгак вылежит горшки на кухне ульгак вылежит горшки на кухне хозяин дома проголодается и посреди ночи велит жене накрыть на стол господи какая жесть идет на кухню а чудище и а если хозяйка не пойдет это тигриный слуга по имени оль вы с татуировками выше находит ловушки а потом идет и портит их если тигр съест человека трижды но я не знаю но но тут надо было во что-то одеть потому что постоянно наводится на задницу моей шайки это что за оператор опять у них эти черные лица что вон там что ты забыла в горшке постой аксон ты что решила не идти в нам по говорят тигриным слугам нравится кислое поэтому советую носить с собой несколько плодов сливы как я все раз и своего соуса им на голову это же тигриный слуга ножа кто справится маленькая школьница и тигриный слуга все нет тигриного слуга рестольцы бог ты мой не уж то аксон тигриный слуга утащил да благодаря вам со мной все в порядке только вот после вашей охоты на тигриных слуг от горшков остались одни черепа ну увы как получилось а это что счетная книга почему она была в горшке с вами все в порядке кто ж знал что в господском доме будет тигриный слуга поднимайтесь хозяин а если он потребует заплатить за горшки придется своим горбом отрабатывать но увы это они да господин неспокойное время а ты пускаешь посторонних дал так этим сыпать хорошенько чтобы запомнили и солью посыпать господин я же впервые оплашал а соль то штука ценная спасибо что не скупитесь нашел время чтобы балагурить тут пришли змееловы из леса пари что мало того что вас никто не звал так вы еще посреди решили набегаться здесь вам что медом намазано что так тему ну то даже не думайте разевать пасть у нас уговор помните мы мы тогда пойдем выходим живо это судьба ну и все этому чуваку за гостеприимство влетит плите и мы как бы раз и все иди причем а вот так и люблю вовремя они явились не знаете кто они сразу же видно змееловы только обычно змееловы никогда не задерживаются на одном месте кочуют туда-сюда и еще они всегда ходят по одному странно он упомянул какой-то уговор да интересно что за счетная книга выпала из разбитого горшка клоба почитать все не так просто я прослежу за ловцами змей а вы тем временем кое-что разыщите или сходите в лечебницу старосты ох уж эти змеи от них больше вреда чем пользы но действительно ли отвар из змей с горки бэксан помогает а конечно его просто путь пустили слух чтобы бабу грести ведь распространение слухов сколько проблем и с этих так ладно поехали да конечно шайка тут насветила задницей хорошо хоть затемненная все было но у нее там все нормально у нее там комбинации никакого никакой пошлости что такое говорите ай-яй-яй ай-яй-яй вот вы опять культасу пришли змею живот болит все верно если будешь брать в мясной лавке которую советует староста проблем не будет или тебе пары грошей жалко вздумайте сами в горы пойти не только принесет так еще и змеи покусают господи это какая-то сортирная серия наш губернатор из-за нападений тигров то задницу моей шайки показывает то про сортиры и про отравление лишь благодаря жителям подземелья они были змеи ломами поэтому они получили привилегию а вы даже не думайте о том чтобы лишить этих несчастных людей средств к проживанию что есть что добавить времени у меня мало поэтому не отвлекайте попусту лавана мы уже уходим чехи ишь как глаза сверкают думаю нам пора уносить ноги подожди-ка кажется началось что-то интересное пойдем туда избранным свои товары продаешь да не в этом дело вы же просто упрямитесь говорю же у меня нет того что вам надо да кто упрямиться ведь был же уговор о заготовке сотни с лишним топоров из сосны фига на хоть черте стук топору я тут не за тем чтобы тебя подгонять мне некогда устраивать разборки если товар не готов верни хотя бы деньги вернуть не получится я уже все потратила распродажа на озоне было извините мне придется пожаловаться на тебя в управу нет если пойдете в управу то вам же хуже будет вот так погодите давайте проясним ну ты короче на бабки попал чувак в этой деревне топоров заказал вместо этого не получит ни хрена и броняться только тешится милые ты хоть знаешь кто я придется видимо представиться я сон хо из школы лазурного ручья что я даже не знаю кто это поэтому никто и звать вас никак да нет я вообще герой кальфиона если чё я герой кальфиона вы там как она там несущая светка массе ильвии вот это все короче да именно об этом я и пытаюсь вам сказать и задаток я не просто так потратила честно скажу я его потратил на зоне на платье моих старших братьев наказали двадцатью палками раны были такими тяжелыми что они оказались на грани смерти поэтому мне пришлось потратить деньги на лекарства вы же знаете что лекарства старосты очень эффективные но при этом очень дорогие ну и дела наказали ни в чем не повинных а он требует деньги за лекарства верно поглядите не уж то книжный червь из школы изумрудной горы пожаловал эх вы из-за ваших неуместных кляус главе управы и губернатора это ночи теперь глаз не сомкнуть из-за подобного они не успевают решать действительно важные проблемы своих подданных ладно мне пора а то у меня аллергия на чепуху господин жди сейчас на тебя накатают заяву я задал так я задал так не просто так потратила я на дело ну правильно молодец молодец куда же это вы так спешите о какие у вас круги под глазами мы всего-то собирались подать прошение от имени ни в чем не повинных крестьян сейчас для местных самое главное чтобы нападение тигров прекратились как эти топоры для ходатайства головой поставить на кон своей жизни да мы придем к чиновникам и скажем примите мое ходатайство или мою голову на отсечение воля ваша постойка но если ходатайство готовите вы то почему губернатор велел наказать палками так чун он хотел замять это дело но у него нет прав наказывать ученых видимо решили просто этих наказывать нельзя поэтому наказал и как обычно во всем виноват уборщик и ученые с острова пике без топоров мы не сможем доказать свою решимость но из любой ситуации всегда есть выход я знаю человека чья мудрость может оказаться здесь кстати найдите в рисовой деревне дом возле которого посажена лимонное дерево я тут разберусь с ученым и последую за вами не обоснула необоснованная ненависть у далековато далековато ладно у меня есть конь это не проблема у меня есть конь набор на все таки на ремастере проходить не очень люблю играть на ремастере потому что он слишком яркий но некоторые моменты вот эти ночные дневные вообще нормы на обычном вот эти ночные когда там освещение вижу на ремастере выглядит гораздо не те и рейс мне кажется здесь срезать могу а на ремастере выглядит будет интереснее освещение коняшка да ну вот так вот неплохо срезали а вот а днем то будет все так же она ремастере по вечерам конечно получше виду зацензурили богу моей шайки ничего нечего таким на ютюбе светить ко мне приходит много чужеземцев я тальсе до 100 починную ту мои предпочтения весьма своеобразных книги рядом со мной все подробно написано и умеешь читать все поймешь лига о которой говорила достопочтенный то читать книгу ищи того кто стережет самое высокое место в рисовой деревне он никогда не спит нужно равняться на него ну да и и предпочтение точно весьма своеобразны угол а смотреть пугало вы нашли морковку спрятанную в рукаве пугал я разгадал загадку крольчика хочет морковку внезапно ждите я вижу я вижу сундучок так сразу и не обратишь внимание когда быстренько проезжаешь конечно я даже рот открываю когда разговариваю в отличие от тебя чего велещательница и еще ты выходит вас трое ну троим и море по колено слышала о ходатайстве головой нападение тигров участились но люди могут быть страшнее тигров учитель отправился в столицу чтобы подать прошение знаете сколько несчастных было разорвано тиграми мы больше не могли игнорировать доносившиеся до такие за море вести о великом ужасе охватившим народ несколько раз подавали ходатайство с просьбой покончить нашествием тигров да только вот каждый раз на пути попадались разбойники ученый знаете как можно прекратить нашествие тигров губернатор уже несколько раз присылал сюда солдат а ситуация нисколько не а я вижу еще один сзади сундук запасной выход это хораны из гор аши лишь хораны ловцы тигров могут помочь нам с сангу нам слабым людям такое не под силу я хорошенько обдумала вчерашний разговор разрешите представить вам гайо бедная достопочтенная то сослали ее сюда но она стала здорово телом и духом она научила молодежь в нашей деревне грамоте пачка зайцев притом они все женского пола но вы уже вчера слышали новости уж не знаю почему но в управе от всего этого не в восторге ну а что с тебя взять зажарят тебя нафиг и все ну естественно я думал я буду обучать школьников скала а ждите я сзади него сзади вот этого а вон сзади вот этого чувака я видел вот эту штуку необычная шкатулка и у не открыть я надеюсь потом ее не придется чем-то открывать как я вот это все прожму как обычно шайка потрачет я не зря ее выбрал он еще на заехал на голову этой крольчихи как обычно спасибо мы с вами только встретились а вы уже так помогли кто знал что я стольким буду обязан той с кем едва знаком будете проездом на острове пекке спросите санхо или увидимся у канцелярии губернатора в нам по хотя лучше приходите к небесному алтарю который скоро откроется на хребте каун берегите себя я там уже был мы там танец дождя танцевали вызывали ну вообще как бы по количеству квестов я уже должен заканчивать и я учаюсь я случайно услышал что этот год будет полон неприятности если срочно не отправиться в управу лично у них что-то происходит сама непоколебимость сама непокобелимость но уже здесь уже осталось 4 уж наверно мы успеем еще и сказание губернаторе с 20 я так понимаю что у меня больше у меня больше и файтов то не будет нож может мне этот особняк подсуетят сразу я был сразу здесь купил ничего себе сколько подношений и куда духу земли так много я как ветер появляюсь из ниоткуда исчезаю в пустоту разве я вам не говорил на поверхности штиль а в пучине это и у тальце пошло натура что особство такова уж моя это же чан иксун и секретарь а впереди кто в чем там дело если бы я знал что молодым ученым угрожает смерть ни за что не взялся бы за это дело хоть за вагон золотых да что ты говоришь такое это несчастный случай вот и все и потом деньги ты уже принял поэтому что ты тут сейчас изображаешь черепашку ниндзя закрываю глаза ночью и снова вижу их лица как ты себя ведешь в управе ты же не в своем хлеву я больше не могу секретарь заберите этот портрет себе вот еще если ты меня сейчас же не отпустишь я позову стражу я спешу к небесному алтарю если ты не в курсе что вы тут забыли поглазеть пришли да нет нет вчера видать перебрал малость тошнит так же выступая в аптеку старосты я тебя не видел и не смей мне тут гадить а то еще придется потом убирать но он хорошо придумал ажур конь сюда за спавнился ничего неожиданно пропустил таки это я один только слышал что-то про ученых и про портрет это явно художник думаю договориться тут не получится раз такое дело то придется наверное нам заняться этой проблемой но я немного медлительный так что лучше вы и еще одна если нас поймают то мы незнакомы я попрошу одного пьяницу на постоялом пони что я тебя сразу улунга художника на тебя сразу все свалю это вообще какая-то хрень идет чем дальше знаете вот чем дальше вот по вот этим штукам идешь тем страннее эти истории то есть возможно их уже на отвали дописывали в первых что-то еще было ли я просто уже не понимаю что происходит это слуги какие-то картины какая-то хрень я вообще тут там скорее все пропущено просто огромные куски просто решили и просто решили первые не дописывать потому что ну и фиг с ним диалоги вот это все эти вот сюда забрали портрет где дети которые ржут одинаково ну что получилось или вас поймали и велели привести к сообщнику черная шляпа ханбок точно ученый по крайней мере на такого простолюдина как я не похож ученый с острова пике ведь говорил про небесный алтарь на хребте каун скорее пойдем туда и покажем это небесный алтарь вообще ничего не понятно серьезно зипа вот первые как-то еще заходили то там лиса там это пари там хотя там тоже было еще то тут здесь уже вообще просто жесть какая-то идет ничего не понятно куда чего эти куда-то ушли какой-то мог вылез ты за сами эти ребята вообще проходили вот это просмотрели как это как как это для восприятия вообще но 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 так стало тяжко идти а ну блин прыгни в бок небесный алтарь бог небесный ты привел наш народ на эту землю и даровал ему благоденствие не покинь область тонхэ в эти тяжкие времена убереги наш край от неистовый напасти племени тигриного зверь забыл свое место в природе ведь этот вообще похоже тут понатворил делов ли доксу собираюсь противостоять этим монстрам прошу даруй мне свою защиту пусть тонхэ вернет себе былой мир и могущество я губернатор области тонхэ уничтожу сангу на своими собственными руками я верну покой области там сейчас бы было смачно если бы в не очень прилетело все же раньше сангун был хранителем этих земель радости от этого нет никакой наверное губернатор чувствует то же самое где же ученые они же говорили выйдут на протест да только протест в такой холод да еще когда ничего не видать протест что за фокусы такие здесь стоит священный небесный алтарь о глава управы мы люди темные ничего не знаем так и есть этих жалких щеглов жалкие щеглы их телега была доверху забита каким-то хламом потом валу их поплохело видимо и он вместе с телегой свалился с обрыва возможно небеса хотели их уберечь понимаешь к чему я клоню глава управы вас ищет губернатор но бывай дам тебе еще совет лучше не связывайся с подобными наглецами это уже почти конец между прочим этой истории дед часу думаешь странно следить за чистотой в таком безлюдном месте ничего странного земные и небесные духи все видят думаешь дед часу с дедом часу мы поболтали пожилой человек ученые с острова пике кажись да только и хвалу неплохо стало а просто колесо от повозки отвалилась ну да практически одно и то же кто-то его открутил но я таких вещах не люблю болтать вон ступайте в ту сторону хребта каун один юнец побежал в ту сторону обливаясь слезами куда он там побежал охоте надо еще кому-то что-то показать не положено было идти по пути как показал этот дед вон ступ это мой коняшка это мой конец буксует постоянно они до дрифтил немножко я посмотрел если в 2к записывать видео то получается неплохо конечно лучше бы и захватшего был в 2к они просто об скиллом увы 2к моника у меня пока нет он я не смогу смотреть в глаза учителю он один из ученых школа лазурного ручья о котором я говорил он выехал до комендантского часа и отправился в столицу с ходатайством и попал в засаду разбойников минутку портрет это не просто нападение разбойников это было спланировано заранее мы это на улице подобрали одежде сразу видно что ученый я не смогу смотреть в глаза вот так вот это вместо фотографии раньше портреты передавали наемник я думал что это глупо что может человек против сангуна над тигрином на гурием звучат траурные песни этому государству все равно на людей господин поэтому я подумал что лишь хораны могут помочь но нас никто так и не выслушал губернатор отправлял нас главе управы а глава управы обратно но нормальная практика на самом деле раз совсем никаких вестей нет я не знал меня это тоже печаль как же быть дальше опять у вас эти черные маски этот дневник здесь истории тех кто не смог дойти с нами до конца я не сдамся чё у вас не сдается и учитель наш чуть-чуть черные это выглядит вообще я я осуждаю я не знаю слезы ранит больнее лезвия небеса все видят потому не стоит сдаваться о о верните меня зачем было врать хотелось бы увидеть как у людей глаза на лоб полезут лишнее слово может подвергнуть человека опасности сегодня нам стоит передохнуть почему не знаю я уже устал с вами туда-сюда ходить бродить я занял комнатушку на постоялом дворе тетушки максон идите туда там и встретимся лучше ко мне пристал это я вообще тут хожу с тобой и решаю проблемы местных жителей я вообще уже уплыл давно и за ли он свое дело уже почти готов то это так странно себя ведет он ведь понимаешь что без нас он пустое место пойдем-ка на постоялый двор останемся там на ночлег до тальце я смотрю совсем обнаглел сейчас будет поворот сюжета сейчас будет неожиданный поворот сюжета но и студия но и студия а вот и вы который сейчас час я ждал ждал и заснул я же волновался что вас не видно дух недоволен в кругу событий а вот этим он в таком виде был а что случилось с этим прайдохой только посмотри на него точно примирает ну и ладно у нас своя цель десна ким еще историями удивит нас от край она тайство головой на открылись новые открылись новые книжки открылись новые книжки и теперь у меня есть этот губернатор сказания тигрином слуги и собственно асангу не я думаю после его того как я вот эти закончу откроется вот эти еще две они как раз вот так вот есть так скорее всего мне придется пройти все но я наверное не буду этот просто я сделаю вот этот выпуск покороче а просто делаю вот этот выпуск покороче там посмотрим то есть меня просто сегодня как-то очень и так все скомкано поэтому лучше я закончу сегодня пораньше следующий раз я уже засяду чтобы у меня было побольше времени и тогда получится может быть сделать например вот сказание губернаторе и сказание о тигрином слуге потому что здесь будет выбор он будет не такой большой он будет там 24 и вместо 24 он будет там тоже 15 да наверное следующая серия у нас будет вот так вот и потом сангу на этом наш сегодняшний выпуск завершен этот выпуск был вообще ни о чем я даже не знаю честно говоря даже не знаю честно говоря какой значок поставить что камера постоянно пытается залезть и под юбку вот даже не знаю какой значок на это дело поставить потому что как бы вообще история была ни о чем в любом случае всем большое спасибо за внимание продолжим наше похождение в следующей серии она сегодня у меня все пока пока и до новых встреч в следующей серии